13 апреля 2029 года Ученые почти уверены, что каменная глыба пролетит мимо Земли на расстоянии около 32 тысяч километров Ученые подсчитали, если Апофис окажется точно на расстоянии в 30 тысяч 404 километра от нашей планеты Он должен попасть в гравитационную замочную схватку Дыра, которая по своим размерам совпадает с диаметром астероида, может стать ловушкой Где сила притяжения Земли развернет полет Апофиса в опасном направлении И тогда наша планета окажется в перекрестии прицел И в свой следующий визит, который состоится ровно через 7 лет 13 апреля 2036 года астероид Апофис упадет на Землю Пока орбита такова, что мы точно знаем, что в 29 году, в апреле Апофис этот прилетит, пролетит на расстоянии 36 тысяч километров от Земли Пролетит мимо, но пролетит он, скажем, точность вот этого прилегания 36 тысяч километров Плюс-минус там полторы-две тысячи Вот такое окно В этих трех тысяч километрах, вот этом большом окне, есть маленькие форточки Ну, по крайней мере, одна, меньше километра Но если Апофис пролетит через нее, он гарантированно ударит в Землю через 7 лет По предварительным расчетам, место падения астероида Апофис будет проходить через Тихий океан и Центральную Америку Города Монагуа в Никарагуа, Сан-Хосе в Коста-Рике и Каракас в Венесуэле будут расположены точно на этой полосе Им грозит прямое попадание и полное разрушение Но если траектория полета астероида изменится хоть на несколько сантиметров То под ударом окажется и западное побережье Америки Апофис упадет в океан И образуется воронка глубиной 3 и диаметром 8 километров От которой во все стороны разойдутся волны цунами В результате побережья Калифорнии попадет под удар 20-метровых волны Которые в течение 5 дней будут бомбардировать материн Цунами, они быстро перемахнут через Британские острова И по Балтийской котловине смоют Нижнюю Норвегию, Нижнюю Швецию, Финляндию Второй край пойдет в сторону Америки Перемахнув через низкие Апалачи Зальет долину Миссисипи Уничтожая в Америке все и вся Америки как таковой не будет Кроме землетрясений, цунами и эпидемий Которые Апофис принесет с собой Мощнейший удар астероида может изменить скорость вращения Земли Это значит, что вращаться вокруг своей оси Наша планета будет не за 24 часа А за другое количество времени Это приведет к тому, что на планете резко изменится климат И начнутся новые глобальные катастрофы Скорость вращения Земли однажды уже менялась Это случилось после землетрясения в Юго-Восточной Азии в 2004 году Тогда сутки уменьшились на 3 микросекунды Но такое ничтожное изменение практически не повлияло на состояние планеты А вот мощнейший удар астероида Апофис По подсчетам ученых способен сократить сутки аж на 3 часа Ускорение вращения Земли приведет к тому, что ось планеты сдвинется И Земля начнет смену магнитных полюсов Это может принести смерть всему живому на нашей планете Во время переполюсовки магнитосфера Земли на некоторое время исчезнет И на Землю обрушится поток космических лучей Который очень опасен для обитателей планеты Именно со смещением полюсов в прошлом Ученые связывают всемирный поток Исчезновение Атлантиды, гибель динозавров и мамонтов Например, австрийский писатель, ученый В свое время, в 30-х годах, еще вычислил даже день и год Когда Атлантида погибла Это 8498 год до нашей эры И он определил даже день падения Это 5 июня этого года Удар пришелся в центрально-американский бассейн В район так называемой портеериканской спадни Где упало огромное небесное тело Несколько миллионов тонн Это масса тела, которое буквально прорвало Электросферные плиты, магма выплеснулась наверх Разошло катастрофическое нарушение Слило все нислежащие города Нислежащие строения Это была огромнейшая катастрофа Которая была запечатлена во многих мифах и преданиях Можно предположить, что смена полюсов Может обернуться авариями на высоковольтных линиях Сбоями в работе спутников Проблемами для астронавтов Смена полярности приведет к значительному расширению озоновых дыр А северное сияние будет появляться над экватором Точный сценарий того, что случится, если это поле исчезнет, неизвестен Особенно если исчезновение магнитосферы вызовет истощение озонового слоя После того, как озоновый слой истощится Откроется магнитный портал, соединяющий Землю и Солнце И тогда тонны энергетических частиц обрушатся на нашу планету всего за каких-то пару минут Земля превратится в жаркую пустыню Где исчезнет атмосфера и вода А температура будет достигать 100 градусов Но человек, вероятно, этого уже не увидит Потому что погибнет от солнечной радиации Ученые из НАСА подсчитали Что после 2029 года, когда Апофис попадет в гравитационную замочную скважину Земли У человечества уже не будет возможности избежать столкновения Поэтому уже сейчас военно-космические силы США разрабатывают модели уничтожения астероидов Если расчеты специалистов подтвердят необходимость менять траекторию астероида То жители планеты Земля станут свидетелями поистине грандиозного воздушного шоу А мировая экономика будет ввергнута в тяжелейший кризис Поскольку это будет самое дорогое шоу за всю историю человечества Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok